Даны N точек. N больше 4. Можно соединить их стрелками так, чтобы из любой из этих точек, в любую, можно было попасть, пройдя либо по одной стрелке, либо по двум. Каждые две точки можно соединить стрелкой только в одном направлении. Идти по стрелке можно только в указанном направлении. Надо придумать такой способ расставить стрелки, чтобы из любой точки в любую, либо просто вела стрелка, либо можно было пройти вдоль двум. Так соединить стрелками точек, из каждой точки в каждую идет одна стрелка. Чтобы из любой точки в любую, можно было попасть либо по одной стрелке, то есть прямо сразу. Либо потом. N больше 4. Для 4 как раз нельзя. То есть если порисовать, то становится понятно, что как раз для 4. Давайте докажем, что для 4 такой картинки нет. Смотрите, вот берем какую-то точку. Из нее, в принципе, выходит или в нее входит все в сумме, 3 отрезка, 3 стрелки. Значит, обязательно найдется точка, из которой либо 3 стрелки выходят. Это вообще сразу на конец, да? Потому что если из нее только выходит, кажется, не будет попасть. Либо из нее выходят две и входит одна. Давайте нарисую. Вот из нее выходят две и в нее входит одна. Отлично. Давайте смотрим дальше. Как у нас есть. А так можно сказать, получается, как открыть другую точку? У нас что-то есть в каждую и совершенно не за каждую. Не, не обязательно. Есть какая-то точка, наоборот, в которую входят две, а выходит одна. Нельзя, нажавайте посмотрим. На самом деле, осталось-то всего чуть-чуть. Можно просто, что сможет быть, это что-то как... То есть три стрелки взаимодействия, правильно? То есть три входит, три выходит, а две входит. Итак, вот у нас есть. В проекте точек мы уже все знаем. Мы сюда заходим и отсюда выходит. Каким образом можно попасть из этой точки в эту? Единственное, надо пройти сюда еще, да, правильно? Да. Замечательно. Значит, здесь должна быть вот такая стрелка. То же самое, как отсюда попасть сюда. Значит, стрелка должна быть здесь. Так. У нас картинка вообще симметричная, поэтому как ставить на стрелку неважно. Давайте я поставлю, например, вниз. Так, отлично. Теперь смотрим, как у нас с... Как вы считаете, вот из этого... А вот нельзя, потому что из этого не выходит только сюда, а сюда уже не попадет. Все, я доказал. Для четырех точек картинки... Что это? Александр Селевич, смотрите. Я могу нарисовать для пяти и шести картинки. Да. И смотрите, можно сделать переход от N к N плюс 2. Отлично. 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 Господа, это действительно классическая задача, которая объясняет, что математическая индукция необязательно от N к N плюс 1. По часовой стрелке, да? Да. И тоже это закручено по часовой стрелке. Ну, теперь рассмотрим какую-нибудь вершину. Привем вот эту. И покажу, что за два перехода можно добраться до любой другой вершины. Да. До этой вершины, да. До этой тоже за один раз. Да. До этой раз-два. Да. И до этой раз-два. Отлично. Поскольку картинка выдерживает поворот, то достаточно проверить одну вершину. Как из левой попасть в нижнюю левую? Вот из этой вот в этой? Да. Ребята, по-моему, правда. Диаметры не нужны, картинка выдерживает поворот, но, по-моему, все хорошо. Вот здесь есть какой-то графный оттенок, который удовлетворяет условия задачи. Да. Здесь есть две точки. Из одной точки выпустим стрелки в все вершины, а в другой направлении мы проведем только такие стрелки. Да, хорошо. Ну и здесь мы рисуем такой треск. Внутри все хорошо в плохом положении индукции. Да. В эту точку можно попасть за один раз, а в эту точку можно попасть за два раза. Да. В любую из этой в тот же раз два. Все хорошо. Отлично. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok